Добрый вечер и как всегда в конце недели подводим итоги, говорим о нашем городском хозяйстве, а в чем-то даже подводим итоги года. В этом году мы очень много внимания уделили сбору и вывозу бытовых отходов. Все мы знаем и говорили уже не раз о том, что в Одессе существует уже схема санитарной очистки, в Одессе существуют как панземные контейнера, так и ситибоксы. Также есть места для сбора негабаритных отходов. Хотелось бы отметить, что еще в этом месяце мы вводим такую новую инициативу, пока она будет только на этокоммунальных контейнерах у нашего этокоммунального оператора у Одесска Мунтранс. В дальнейшем будем множить ее и у остальных операторов. Что же это будет? На каждом контейнере будет информационная наклейка, на которой будет информация, содержание этой информации. В первую очередь это название оператора, это компания оператора. Также график опорожнения, когда должен опорожняться тот либо иной контейнер. И это контактные номера телефонов, как оператора, так и диспетчерской департамента городского хозяйства. Такая информация в первую очередь появится на коммунальных контейнерах, на контейнерах Одесска Мунтранс. В дальнейшем будем множить на остальные эти контейнера в городе. На этом, на теме мусора, это подводен итог в сегодняшнем нашем отчете. Но еще поговорим о наших инновациях и наших этапилотах. Все мы знаем, что с первого числа в Одессе действует новый тариф в электротранскорте. Стоимость этой разовой поездки при наличной форме расчета 8 гривен, без наличной 7 гривен. И я вам хочу сказать, что это действительно полезный опыт, это полезная инициатива, которая очень хорошо заработала в Одессе. И уже за этот период мы с уверенностью можем говорить, что количество пассажиров, которые воспользовались этой опцией, без наличной формы расчета, выросло в 7 раз. Хочу напомнить, что если вы рассчитываетесь безналично в общественном транспорте, в первую очередь это уменьшает этот риск, скажем так, воздействия человеческого фактора. И это действительно одна из возможностей, скажем так, не контактировать с наличными бумажными деньгами, а в период коронавируса это очень важно. Также хочу напомнить, что с помощью безналичной формы расчета можно это купить не только разовый, но и постоянный билет. Эта опция тоже существует, поэтому рекомендую всем воспользоваться, это существенно сэкономит ваши деньги. Ну и на завершение темы электротранспорта сегодня хотелось бы еще отметить, что в этом месяце в городе появится дополнительных 7 информационных, это табло, которые будут расположены на остановках города, на остановках электротранспорта. И в дальнейшем это количество, это табло с каждым месяцем будет становиться все больше. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю, до новых встреч.